Дорогие товарищи, в Москве открылся культурно-просветительский центр «День», включающий в себя книжный магазин, галерею и лекторий. Конференции, встречи с авторами канала «День», выставки работ художников «Круга газеты «Завтра», книги издательства «Наше завтра» на третьем этаже ТЦ «Добрынинский» в трёх минутах от станции метро. Здравствуйте, уважаемые гости книжного клуба «День». Наши зрители сети интернет. Сегодня мы беседуем с ведущим российским военным аналитиком и экспертом Константином Валентиновичем Сивковым. Тема нашего разговора будет следующая. Сообщают, что кризис, который уже довольно давно разворачивается в Красном море, в нём произошёл яркий во всех смыслах этого слова эпизод. Хуситы потопили первое судно, то есть до этого целый ряд кораблей был повреждён. Но вот сейчас британское судно «Рубимар» в Адонском заливе благополучно ушло на дно. И вот с вашей точки зрения, ну, США нанесли некие ответные удары, но, конечно, понятно, что это ни в коем случае не решает проблему. Вот с вашей точки зрения, Константин Валентинович, как можно оценить этот кризис в Красном море и к чему он приведёт? Кризис в Красном море имеет несколько аспектов. Ну, первый аспект – геополитический. Значит, в чём он говорит? Он говорит о том, что иррегулярные формирования, которые получили на вооружении высокотехнологичные системы оружия, могут успешно противостоять вооружённым силам высокоразвитых стран. Это раз. Второй момент, что иррегулярные формирования из чистой партизанщины, характерной там для конца 20-го, начала 21-го веков, превратились в войсковые формирования, которые имеют высокоточное оружие и умеют им обращаться. И стали очень серьёзным противником. Надо напомнить, что первый в истории человечества космический бой произошёл между баллистической ракетой, запущенной ирегулярным формированием «Куситы», и израильской системой противоракетной обороны «Роу-3». Вот это первый очень важный аспект. То есть, попросту говоря, теперь ирегулярные формирования становятся уже не просто вспомогательным инструментом ведения войн, рассматривая в качестве основного инструмента регулярной армии, а становятся основным инструментом ведения вот такой войны. Причём вот эти вот инструменты ведения войны уже вполне себе боеспособен. Вот это первое. Второй момент, что я хотел бы отметить, что вот эти ирегулярные формирования демонстрируют достаточно высокую боевую устойчивость по отношению воздействия традиционных огневых средств со стороны сил флота, например, американского, или других видов воздействия. Причина очень простая. Потому что они представляют собой рассеянные формирования небольшие по численности, не находятся в постоянно фиксированном месте, поэтому поразить вот эти вот движущиеся цели высокоточным дальнобойным оружием типа «Тамагавка» практически невозможно. Трудно поверить их в авиации по той простой причине, что авиация в время задержки большое измеряется час-полтора, максимум минимум полчаса, и за это время не успеют далеко от места выполнения задачи, а значит, авиация стоит перед необходимостью проводить допоиск. Причем, если эти хуситы, ну, партизанские формирования представляют собой просто группу людей, то обнаружить такую группу людей с помощью радара очень тяжело, очень сложно. А значит, и обеспечить ее уничтожение тоже проблематично. А если они будут спускаться на малые высоты, то они могут быть поражены зенитными ракетными комплексами переносными, эти самолеты. То есть тоже угроза серьезная. Вот этот аспект. Второй момент. Показано, что точечные удары, внезапно осуществляемые в местах, где регулярные вооруженные силы в силу тех или иных обстоятельств, прошу прощения за эту автологию, не имеют возможности создать равнопрочную оборону, слабую оборону имеют, то даже имея устаревшее, но высокоточное оружие, можно обеспечить поражение, нанесение серьезного ущерба. Это, кстати, демонстрируется и в том числе и на Черноморском флоте со стороны ВСУ. Хуситы своими ракетами потопили сухой рус, который оказался незащищенным, хотя там находится коалиция кораблей. Но эти корабли обеспечивают противовоздушную оборону в пределах радиуса достигаемости своего оружия. Причем даже не в радиусе досягаемости, а в радиусе обнаружения кусицких ракет, которые идут на малых и предельно малых высотах. К тому же постоянно молотить своими радарами эти самые корабли не могут, а значит, там идет режим работы. Включил, ну, подмена. Один поработал, другой пошел на восстановление работоспособности, включился другой. А это означает, что зоны, где есть черные дыры, где нет системы наблюдения, учитывая, так сказать, небольшой, сомнительно численный состав группировки США и их союзников в Красном море... Какие-то окна можно вычислить в этой ротации. Да, да, да. Эти окна, вот я говорю, черные дыры. Вот. Там спокойно можно носить удары. И это, кстати, этим пользуется. Далее, что еще показали хуситы? Хуситы показали, что система противовоздушной обороны ИДЖЕС очень мощная, высокоэффективная, никто не спорит. Но против малогабаритных ракет, идущих на малых и предельно малых высотах, она не очень эффективна, оказывается. В частности, вот история с эсминцем Коул, который, отражая атаку двух беспилотников и четырех крылатых ракет противокорабельных хуситов, вот сбил два беспилотника и три ракеты. А четвертая ракета чуть не ударила ему в борт. На последнем рубеже огневом у комплексов Вулкан-Фаланс эта ракета была сбита. Но комплексов Вулкан-Фаланс с трудом избивает такие ракеты. Вероятность сбития очень низкая. Ему просто повезло. А если бы не сбил, значит, ракета оказалась в борту у этого эсминца. То есть, показано, что современное ракетное оружие, несмотря на развитые системы противовоздушной обороны, будет представлять серьезную угрозу для кораблей, флота, противника. Теперь важен аспект экономический. Экономический аспект очень простой. Хуситы показали в очередной раз, что они способны не только наносить ущерб в виде повреждения корабля, но и топить. А это означает, что резко подскочили цены на страховку. И это означает, что целый ряд стран, которые могут быть, корабли, суда которых могут быть объектами удара этих вот хуситов, судзаходные компании, которые могут быть объектом удара этих хуситов, двигаться через Красное море и, соответственно, СССР, канал, не могут. Риск очень большой. И они вынуждены идти в обход Африки. А это означает, что увеличение продолжительности перехода примерно на две недели месяц, по-разному, в зависимости от типа корабля и погодных условий. Поэтому это ведет к резкому удорожанию перевозок. Речь там идет почти, там говорят, на 20%. И, соответственно, возникает проблема в снабжении необходимыми для жизни общества западной цивилизации материалами и продукции из Китая, например, и общей с Юго-Восточной Азией. Ведет к увеличению значимости российского северного морского бытия, который гарантирован и обезопасен от подобных действий. Последствия вот этого удара, они очень серьезные. Не сказывались в экономическом, военно-техническом и военно-стратегическом отношении. Эти последствия будут нарастать, как снежный ком, осложняя условия жизни западной цивилизации и Соединенных Штатов в мире. Спасибо вам большое, Константин Валерьевич, за ваш комментарий. Всего вам доброго. До новых встреч. Полную версию смотрите на нашем телеграм-канале. Ссылка в описании.